Старый лес, полон садочных чудес. На вопрос воспитателя, какое сейчас время года, шестилетки из 50-го детского сада, не задумываясь, ответили – зима. Падающие снежинки подняли детям настроение, но немного осложнили передвижение по площадке. От активных игр пришлось отказаться. Мокрый снег липнет к сапожкам. Рита Дедышева не расстроилась, задумалась о последствиях такой прогулки. Вот сейчас, когда кто-то может упасть, где мы будем вещи сушить? Если они промокли, то мы заносим в группу и начинаем сушить на всех батареях. Потому что нас много, а батареи их всего четыре. Озабоченность будущей хозяйки похвальна. Впрочем, у воспитателей на этот случай есть решение. У каждого ребенка в саду запас сменной одежды, а у взрослых – дополнительные обязанности. Нужно очистить обувь перед тем, как зайти в группу. Помочь раздеть, и помочь высушить одежду, и помочь убрать все это, весь этот растаявший снег, который остается в раздевалке, чтобы ребятишки, конечно, ножками своими на мокрый пол не наступали. Без трехтонного белоруса в саду точно обойдутся. А на городских тротуарах он незаменим. На скорости чуть больше 10 км в час один квартал на два раза проходит за полчаса, не нанося никакого вреда тротуарной плитке. У нас на самом деле трактора не такие тяжелые, и они лопатой ничего не делают, только щетки убирают, то есть плитке это никак не вредит. Подсыпка идет только по дорогам, тротуары мы не сыпем. В основном это перекрестки. Сыпем на перекрестки, машинами эта соль растаскивается, то есть у нас практически вся дорога потом идет уже без снега растаянная. За первые три часа смены 10 тонн соли высыпали на магистральной улице с большим потоком машин. Ленина, Калинина, Зейскую, Амурскую, Пионерскую, Мухина. Остановки чистят вручную. К тяжелой работе коммунальщики привыкли, как синоптики к весеннему снегу. Говорят, это абсолютная норма. Нынешний март удивляет их другими параметрами. Первая декада в этом году холоднее прошлого года на 6 градусов. Ну и начало второй декады тоже температуры ниже, конечно. По осадкам на сегодняшний день выпало, если брать весь снег, который суммировать с сегодняшним ночным топ, всего 0,5 миллиметра осадков. Это 5% месячной нормы. Очередной снегопад в Благовещенске ожидают в середине следующей недели. При этом столбики термометров днем поднимутся до 6 градусов выше нуля. До выходных плюса не обещают. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город».